Привет, ребята! Вот и подходит к концу мой силовой цикл. Осталось чуть больше двух недель. Вчера провел самую тяжелую на 11 недель тренировку. Это у меня были приседания, жим лежа, два тяжелых упражнения, ну и для спины подтягивания. Чем меня порадовала тренировка? Порадовала тем, что в приседаниях я сделал, не считая разминочных подходов, первый подход 155 кг на 5 раз присел, второй подход 158 кг на 3 раза, и третий подход 160 кг на 3 раза. Это были приседания. Жим лежа у меня был по плану 102,5 кг, но так как в спортзале нет бинтов по 1,250 кг, которые есть даже у меня дома, вот в спортзале у нас, оказывается, нет таких бинтов. И мне пришлось там изощряться, там какие-то замочки у них, не знаем на сколько, но как тренер мне сказал, что они 3 кг, вернее, каждый по 1,5 кг. Там буквально такая ширина замка, толщина металла, наверное, сантиметра 3, и просто закрутка. Вроде как 1,5 кг каждый весит замок, вместе они весят 3 кг, не 5, как вот настоящие замки, а 3. И получается, что я жал 103 кг на 5 раз, как мне показалось, четко, медленно, все с зажимами, все как нужно. Ну вот у нас осталось, завтра тренировка будет плечи, тяжелое упражнение, подъем на бицепс и голень. Но в принципе только одно тяжелое упражнение, и то я его не форсирую, делаю в режиме 70 кг уже несколько недель, так что тренировка пройдет в моем понимании, как легкая. А уже через день, то есть завтра я потренируюсь, потом схожу на работу, и после ночной смены у меня будет тяжелое движение, становая тяга. Планирую сделать 170 кг на 3 раза, ну а сделаю или нет, я вам расскажу позже. Ну а сейчас я хотел бы с вами поговорить о нашей аптечной фарме. Потому что если ты увеличиваешь веса тренировочные, и не важно, где ты тренируешься, дома ты тренируешься, или ты не дома тренируешься, хотя вчера с одним товарищем общались на ютубе, через комментарии, он мне написал, что я не признаю домашних тренировок. Ну, видимо, ты в них ничего не понимаешь, потому что я не признаю химию, так как я ей не пользовался. Я что-то в ней не понимаю, естественно. Я употребляю только разрешенную фарму, продающуюся в обычной аптеке. Что в этом месяце мы будем употреблять? В этом месяце мы будем употреблять, вот я купил такие к фирме Биоконтур. Рыбий жир. Собега-3. В каждой упаковочке 100 капсул. По 0,3 мг. В 300 мг. В 330 мг, короче. 100 капсул по 330 мг. Три упаковочки. Думаю, что мне на 2 недели должно с избытком хватить. Я их особо не считаю. Там 10 ты штук употребил за раз или 5. Чай пью и употребляю их. Чай запиваю. Еще я купил сегодня такой аптечный препарат, как маточное молочко. Опилак. Этот препарат содержит в себе очень много микроэлементов и витаминов. Производится он, как я нашел в интернете информацию, только из натуральных продуктов. То есть, из натурального маточного молочка. Не химическое какое-то производство. Поэтому он усиливает иммунитет и увеличивает выработку тестостерона. И вот главный мой препарат, который помогает мне. Ну, я так думаю, что благодаря ему растет у меня сила. Это Селен Актив. Здесь 6 блистеров, по 10 таблеточек. Таблеточек. Вот 2 я уже сегодня употребил за раз. Еще нужно 2 штучки. Употреблять я их буду по 4 капсулки в день. Стоит он сущие копейки. 109 рублей у нас стоит. Маточное молочко по 70 рублей каждая упаковочка. Рыбий жир по 27 рублей каждая упаковочка. И вот самый дорогой мой препарат получается на сегодня. Это комплевит. Ну, как бы он вроде как дорогой, но на самом деле до этого, вы помните, я покупал маленькие баночки комплевита. Там было 60 капсул. И выходило, что упаковка, то есть 365 капсул, если покупать их по 60 капсул в баночке, получается, что такая баночка обходилась бы 882 рубля. У нас же эта баночка в магазине. Она вот такая большая. Здесь 365 капсул. Она выходит по 4... Стоит 440 рублей. Количество витаминов, дозировка витаминов в ней такая же, как и в капсулках, по 60 таблеточек упаковки. А стоит чуть ли не в 2 раза дешевле обходится. Вот, выгоднее покупать ее. Если вы не планируете один раз в месяц пропить витамины, и все, если вы принимаете витамины регулярно, на постоянной основе, то лучше вот такой вот купить бочоночек комплевита. Он вообще на год рассчитан, но я ее буду употреблять по 2-3 капсулки. Итого мне получается где-то или на 6 месяцев, или на 4 месяца хватит. Ну, даже если на 4 месяца, 440 рублей, это получается по 100 рублей за месяц. Это не так дорого. Ну вот, сегодняшняя, такая у меня сегодняшняя фарма. Наконец, моего силового цикла. Аптечная фарма, я ее так называю. Вот такая вот она. Это все, что я вам хотел рассказать. Сегодня, может быть, планирую по питанию еще снять ролик. Хотел еще с утра это все сделать. Когда в магазин сходил, это все купил. Но что-то то чай пил, то уснул, то кино смотрел. И что-то сейчас проснулся, а время уже 8 часов вечера. Что-то настроение запало уже, такого нет. Ну, может быть, может быть, сниму. Ну вот, мой ролик для вас, для тех, кто у меня спрашивал про прием моих витаминов. Это все для моих подписчиков. Ну, а на сегодня я прощаюсь с вами. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.